Билетный контроль в действии, приобретение пассажирами и продажа водителями проездных документов в автотранспорте были проверены в ходе очередного планового рейда. Его провели совместно с представителями администрации городского округа, сотрудниками административно-пассажирской инспекции Минтранса Московской области. По закону Московской области, кодекс административной ответственности, по статье 8.1.1, это безбилетный проезд, пассажир наказывается, который не проделил билет, наказывается в размере 1 тысячи рублей, выносится постановление на пассажира. Второе, за не выдачу водителем билета пассажиру, он принял правильную плату, но не выдал билет. Также водитель может наказывать штраф в размере 2 тысячи. Одновременно с билетным контролем сотрудники административно-пассажирской инспекции проверяли соблюдение пассажирами масочного режима. В настоящее время мы проверяли автобус маршрута номер 35, станция Щелково-Фрянова, на соблюдение пассажирами выполнение требований масочного режима. У нас масочный режим еще никто не отменял. Перед тем, как входим в автобус, мы предупреждаем пассажиров, чтобы они сразу одели масочки. Если у никого нет масок, они могут взять в продажу у водителя. Маски у водителя имеются. Также в ходе рейда на станции Воронок было проверено соблюдение пассажирами правил безопасности при посадке-высадке из электричек. К сожалению, мы вынуждены были в очередной раз зафиксировать, как через сломанное ограждение продолжают пролезать безбилетники. Это уже неоднократно приводило к трагическим последствиям. Так, в феврале этого года здесь под колесами электрички погиб пассажир. К сожалению, ограждение выламывают, выламывают секциями. Людям удобно проходить здесь, удобно экономить свои деньги. Они, к сожалению, не думают о жизни, о том, что это опасно для жизни. Рейд носил в том числе и информационную направленность. Волонтеры молодой гвардии раздавали прохожим листовки, напоминающие о необходимости соблюдать правила безопасности дорожного движения при пользовании пассажирским транспортом. Андрей Циханович, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение.